Если весеннее тепло не отступит, то купальный сезон обещают открыть 23 мая. Впрочем, пляжи уже облюбовали отдыхающие. Вода еще не располагает купанию, а вот погреться на солнышке можно самое полезное солнце до 11 и 16.00. Ультрафиолетовые лучи в это время способствуют выработке гормонов радости и витамина Д. Пляж в Бендерах, живописный берег у стен крепости, прибрежную зону приводят в порядок, а первые отдыхающие уже есть, пришли за порции солнца. Кто-то робко трогает воду, другие вовсю плывут. Плюс 30 – прямо настоящее лето. К водичке подходили, трогали? Подходили холодные, купаться не советую, и спасателей еще нет, и как-то, ну, страшно пока. Как вода? Вода супер отлично, купаться можно, все четко. По ощущениям сколько градусов? По ощущениям, ну, градусов, наверное, 15, примерно так. Сегодня первый раз пришел на пляж? Нет, уже давно купался, уже закалялся немножко даже. Спасатели же говорят, надо набраться терпения от купания, пока вы сдержатся. Дежурств на пляже еще нет, дно только будут проверять. За зиму, за осень, за весну течение могло нанести коряги. Люди у нас есть, некоторые недобросовестные, которые могли выкинуть бутылку, осколки различные, пораниться, камни какие-то могут быть. И тоже, если нырнуть, можно получить травму. Когда дно проверят, купаться будет безопасно. Но это только на пляже, в других местах вдоль реки на свой страх и риск. Коряги, водовороты, рядом нет спасателей. Оттого и несчастные случаи. А это столичный пляж. Спасатели готовятся к сезону. Каждый год проходят курсы, чтобы быстро помочь, если кто-то попал в беду. Моделируют различные ситуации на воде, в которых спасатель должен суметь сориентироваться и помочь при необходимости. Ну и, конечно, никто не отменял навыки управления веслами на воде. В пик сезона на этот пляж в Тирасполе приходит порядка 500 человек в день. Спасатели стоят на вышке, патрулируют на воде. Говорят, у реки свои особенности. Надо быть всегда на чеку. Вот он, типичный инвентарь спасателей. Круг нужен, если человек тонет. А вот эта вот веревка с поплавками называется конец Александрова. Если человека стремительно уносит течением, то спасатель должен кинуть ему эту веревку. Навыки отрабатывают на суше. Это спасатель Денис. Он успешно сдал зачет. Работает 10 лет. По опыту, говорит, на воде у этого столичного пляжа спокойнее. Не такое сильное течение, как, например, на пляже, что за мостом на том берегу. Здесь нет водоворотов. Когда патрулируем, мы находимся, можем находиться на разном расстоянии от отдыхающих. И в этот момент люди, которые непосредственно находятся рядом с утопающим, то они намного быстрее реагируют. И практически в каждом случае они всегда дают знать об этом. То есть кричат, человек тонет. Самостоятельно помощь они не пытаются оказать? Нет. Может быть, даже и хорошо. Но хорошо, что они не лезут сами в воду, потому что, возможно, придется спасать и утопающего, и их. Поэтому спасибо им на том, что они хотя бы обозначают то, что человек тонет. А это Карагаш, Слободейский район. Дикий пляж у села возник сам по себе. Белый песок, рядом тень деревьев. По выходным тут аншлаг. Номера припаркованных машин расскажут о географии отдыхающих. Но место для отдыха небезопасное. Спасателей тут нет. Почему столицы предпочли этот, надо сказать, несанкционированный пляж в Карагаше? Мы сами с Балки. Сюда и недалеко, в принципе. Нам здесь нравится. Хорошее место. Хороший пляж. Здесь целый день солнце. Хороший песок. Местные же предупреждают. Бывали здесь несчастные случаи. Хочу такую антирекламу сделать. Но действительно здесь он имеет свою опасность. У нас были случаи, когда люди утонули, и дети, и взрослые. Потому что он находится на косе, то есть на повороте. И здесь водовороты делают свое дело. И поэтому мы всегда предупреждаем. Но по-любому люди приходят. Берег здесь действительно красивый. Отдыхая можно и не купаться. Загорать, играть в волейбол, устроить пикник. Подальше от городской суеты. Но без заплывов так безопаснее. А можно махнуть на море. В Дубосарах так называют местное водохранилище УГЭС. В лучах солнца скрытся разлив днестра, небольшие волны, шум прибоя. Официально и здесь сезон не открыт. А люди уже вальяжно расхаживают вдоль берега, наслаждаясь почти морским бризом. Я каждый год прихожу, пораньше открываю сезон загара. Первая, прихожу загорать. Мне так кажется, что я первая. А мне просто дома скучно. Уроки онлайн закончились, мы сразу прибежали позагорать. Купаться еще рано. Вообще я ради этого Дубосарского моря, собственно, и место жительства здесь выбрала. Вот тут стояла на плотине и сказала, я здесь хочу жить. И вот я здесь живу уже 35 лет. И прихожу на этот пляж буквально, когда начинается пляжный сезон, каждый день. Пляж у водохранилища не единственный в Дубосарах. Еще один ниже плотины. Совсем скоро оба пляжа приведут в порядок. Дно обследуют водолазы. В этом году будет предусмотрено дежурство и на этом пляже, и безопасность граждан будет обеспечена в полном объеме. Обязательно будут выполнены работы по приведению в надлежащее состояние скамеек, урн, мест для переодевания, подвоз песка, покос травы, а также и необходимые работы. Итак, если будет так же тепло, купальный сезон официально откроют 23 мая. Главное, чтобы погода не подвела. В середине следующей недели, говорят синоптики, весна прибережет плюсы на градуснике, чтобы сделать прыжок в жаркое лето. Прыжок обычно совершается за две недели. То есть, если смотреть прошлые года, то мы уже давно были в летнем периоде. Он иногда у нас даже наступал в конце апреля. В ближайшее время погода у нас будет портиться, то есть в середине недели к нам пройдет очередной холодный фронт и немножечко мы опять войдем в период весны. Правда, непродолжительное время. Но, однако, вода у нас не так быстро остывает, поэтому то ее будет понижение на градус почти будет незаметно. Идеальная температура воды для старта сезона плюс 18 градусов. У реки еще есть пару дней прогреться, потом все купаться.